да играли так чисто дворовой там пацаны из частного сектора тоже приходили там поиграть кирилл тогда на воротах стоял это произошло так я бил по воротам не попал мяч вышел получается за лицевую часть на пустырь вылетел вот кирилл побежал за мячом возвращается бросила это мне мяч обратно на поле мне что подобное было сориентироваться по мячу я должен был стать спинок воротам я стал спинок воротам ну чтобы подработать уже пару секунд проходит я поворачиваюсь ворота уже на нем лежат он лежит я подхожу в крови весь тогда охранник еще с нами стоял у него тогда при себе не было телефона я побежал в комнату охраны чтобы вызвать скорую помощь но в итоге через пять минут уже подъехала скорая все равно это было не недостаточно так сказать чтобы спасти жизнь я знаком с ним уже два года парень обычный парень веселый улыбчивый был да все что не попросишь там тоже по поводу футбола там мяч подкачать там все сделает все сделает вопрос балансовой принадлежности обслуживания и прочих моментов связанных с техническим состоянием площадке на сегодняшний день обсуждать достаточно сложно потому что насколько я информирована эта площадка такой своеобразный подарок немецкой стороны модульному городку поэтому будет техническая экспертиза будут проверяться документы которые сопровождают эту площадку подрядчик который делал эту площадку это киевская фирма потому что немецкая сторона старается со своими подрядчиками которым она доверяет правильно или неправильно стояли ворота должны они быть закреплены или не должны быть закреплены на эти вопросы ответит техническая экспертиза и следствие которое вы знаете будет вестись по этому несчастному случаю а что касается площадки я думаю что и вам нужно набраться терпения и я должна иметь корректную информацию чтобы отвечать за свои слова после того как будут проведены соответствующие следственные там эксперименты анализ документов юридических и прочих моментов которые смогут сформулировать со стороны следствия отношения к этой площадке а что касается семьи то это многодетная семья в ней трое деток она в харьков прибыла еще до открытия модульного городка и записалась нам в очередь когда мы собирали сведения о тех семьях которые нуждаются поселение модульный городок семья живет модульном городке с октября пятнадцатого года семье трое детей этот мальчик старший ему 13 лет семья проживает в двухкомнатном модуле с точки зрения условия условия у семьи благополучной сама семья благополучная там двое младших деток мальчику 13 лет они играли в футбол на этой площадке насколько я знаю по разговорам вчерашним разговором которые были вокруг этой площадке одни ворота которые там стояли они уже поломались и их забрали на территорию модульного городка там варили их там пытались починить остались только вот эти ворота которые стояли на этой площадке взрослые говорят что они падали их поднимали камешками обкладывали и опять играли возле них этого делать конечно не нужно было потому что ясно и понятно если они такие неустойчивые то лучше детей на эту площадку не пускать здесь уже можно говорить об ответственности взрослых перед детьми потому что за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей отвечают прежде всего взрослые и их родители это могло случиться где угодно на любой площадке которая может быть как-то не так устроена но взрослые прежде всего отвечают за то должен их ребенок находиться на этой площадке или нет сожалению находились там дети играли в футбол почему упали эти ворота я ответить на этот вопрос не могу опять-таки на этот вопрос ответит следствие вот то что случилось квалифицируется как несчастный случай вот собственно говоря все что я вам готова сообщить это не только я считаю на сегодняшний день это поле а что это убийство умышленное что ли вы сами подумайте конечно это несчастный случай это это уже это уже да это уже не ко мне это будут квалифицировать уполномоченные на то органы на сегодняшний день это квалифицируется как несчастный случай во всех организационных мероприятиях связанных с захоронением этого ребенка мы обязательно будем участвовать и уже сейчас есть обращение людей которые готовы помочь спрашивают как это сделать я для этого должна связаться с семьей и спросить у них разрешения могу ли я давать их координаты можно ли к ним приезжать уже понимаете что сейчас я не думаю что кому-то нужно приезжать они не готовы еще потому чтобы контактировать по этим вопросам сейчас перед ними стоит немножко другая задача и мама там очень тяжело все это перенесла мы вчера вызывали две скорых пытались ее немножко успокоить она не может согласиться с тем что случилось а а